МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти вопросы обсудим с заместителем муфтия-мусульман Крыма Айдером Исмаиловым и руководителем региональной национально-культурной автономии крымских татар Хейвазом Умеровым. Господа, знаете ли вы, что ваш Курултай был незаконным? Вот в Киеве состоится скоро легитимный Курултай, так Джамилев заявил. Что делать, кому верить? Наверное, вот такие вопросы сейчас задают простые крымские татары. Айдар. Курултай может быть только там, где живет народ. То есть это в Крыму подавляющее большинство крымских татар, мусульман Крыма. Они живут в Крыму, поэтому Курултай, мусульман Крыма, как и в 17-м году, когда был избран первый муфти Номан Шри Биджихан, и потом, когда воссоздание Курултая, восстановление было в 91-м году, когда старейшины собрались и опять восстановили этот институт, традиционный институт в Крыму, с того времени он действует здесь. Поэтому, как бы, абсурдно утверждать, что Курултай может быть где-то, и его может собирать диаспора и избирать муфтия для народа. Такого мы нигде не наблюдаем. Поэтому Курултай, 6-й Курултай, с 91-го года, собираются в мусульмане Крыма, избирают муфтия, и сейчас в российском Крыму в том числе, свободно, без каких-либо притеснений там или проблем, мы собрались, мы избрали себе муфтия, переизбрали, потому что тот курс делегаты Курултая сочли приемлемым, правильным, они его одобрили, значит, все то, что делалось с духовным управлением. Кроме того, мы понимаем, что и начиная с 2014 года, тот курс, который муфтий Крыма избрал, которое духовное управление придерживалось вместе с духовными лицами в Крыму, сближение и взаимодействие с властью, сохранение мира, стабильности в Крыму, работать ради возрождения, развития Крыма. Мы понимаем, что своим решением, то, что продлили полномочия действующего муфтия Крыма, делегаты Курултая поддержали вот именно тот курс, который духовное управление избрало в 2014 году. Но вот тот же Джимилев заявил, что на их легитимный Курултай, наверное, все-таки в кавычках, прибудут делегаты, в том числе с оккупированных территорий, да, вероятно, они Крым в том числе имеют в виду и вас. Вот кто-то из ваших знакомых собирается ехать на их Курултай? Да, никто на него не поедет. Я вообще не понимаю, этот шизофреник Джимилев, когда прекратит манипулировать, какое он имеет отношение к избранию муфтия крымских татар, не являясь ни духовным лидером, не соблюдая каноны ислама, являясь человеком пьющим, человек, который за долгий свой путь политического диссидента, потом лидера запрещенной в России организации Меджлис, который даже на праздники не всегда появлялся на праздничные намазы, я уже не говорю о джума-намазе или о пятикратном намазе. Какой этот человек имеет право рассуждать, где был правильный Курултай, легитимный или нелегитимный? Сегодня он является основным агрессором по отношению к крымчан и крымским татарам в республике Крым. Он пытается завоевать любовь на этой почве украинского народа, западноевропейских, скажем так, грантодателей. Вот пускай проводит украинский Курултай, Курултай европейских грантаедов, но не смеет осквернять своими речами священный для каждого мусульманина Крыма Курултай. Курултай прошел абсолютно легитимно. Муфтий подтвердил абсолютную свою легитимность и доверие народа, единогласно за всю историю Курултая. Наверное, такого не было до этого, чтобы в единогласном порыве все продлили срок муфтию. Но, тем не менее, он по-прежнему пытается вмешаться в то, что происходит сейчас на полуострове, и не только в жизни полуострова, но и в частности крымско-татарского народа. И не только он. Сейчас я хочу показать на нашей плазме те отзывы некоторых недоброжелателей, что они думают об этом Курултае. Называют это сборищем согнанных со всего полуострова безмолвных, безропотных служителей культуры. И называют их чалмоносцами. По сути, это не хорошее оскорбление, я думаю, в том числе религиозных деятелей. Но, по сути, такое видение украинской стороны, и не только, в том числе и западных недоброжелателей по отношению к выбору крымских татар. Ну, скажем так, это богохульство. То есть, потому что чалма это символ религиозного деятеля. Чалму носил наш пророк. Поэтому какие-то оскорбительные, неуважительные высказывания по поводу чалмы, бороды и так далее. Это атрибутика религиозная, это богохульство, это первое. А второе, если делегаты Курултая, мусульман Крыма, высказали свою позицию, противоречащую, например, неким политическим деятелям из-за пределов Крыма, или же из соседней страны, значит, они уже плохие. То есть, мусульмане Крыма не обязаны соглашаться со всем, что говорят бывшие крымско-татарские политики. Поэтому со всех уголков Крыма 308 делегатов приехали, мы провели выборы, протокольно были проведены все собрания, значит, мусульманские общины, они выдвинули по делегату, согласно уставу, и эти делегаты приехали. Поэтому они... Сами приехали? Сами приехали, потому что у нас же опять на плазму, я попрошу вывести ту информацию, достоверную в кавычках, которую Джамилев, опять же, преподносит, Джамилев и его приспешники, о том, как это происходило. Вот шантажом и подкупом собирали Курултай. И, по сути, он был направлен на уничтожение крымско-татарского народа с целью расколоть, по сути, крымско-татарский народ. Вот такие заявления делают. Вот вы присутствовали на Курултай? Да, присутствовали. Шантажировали, заставляли, платили, чтобы пришли? Никого не шантажировали. Каждый делегат, будь то имам или делегированный делегат от мусульманских общин, они ежедневно, каждую пятницу подтверждали свою религативность. Вокруг этих людей сотнями, а то и тысячами, собираются крымские татары на пятничную молитву. И если бы это были имамы, которые привезли их откуда-нибудь с Турции или с той же Украины, или из моря откуда-то бы достали, и у этих людей не было бы той уммы, которую каждую пятницу, которую они читают, худбы, которые наставляют. Те люди, которым они ежедневно, новорожденным детям ставят имена, отпевают заупокойную молитву, проводят никяхи. Это люди ежедневно соприкасаются с своим народом. И эти люди собрались в одном месте, в установленный срок, и избрали себе имама. Я хотел бы, чтобы они задумались о своей личной легитимности, Чубаров, Джимилев, потому что этой осенью истек срок политического курултая, который избирал и формировал запрещенную на сегодняшний день уже организацию, МИЛИ, МИЛИС, что автоматически влечет за собой самороспуск этого органа. И на сегодняшний день эти люди уже никоим образом даже не представляют запрещенную, изгнанную из Крыма эту политическую организацию. Они просто являются депутатами Верховной Рады за списочники. И больше они вообще не имеют никого и ни от чего имени выступать на сегодняшний день. Ну вот, Айдар, в свое время МИЛИС позиционировал, наверное, свое существование как необходимый вот такой орган защиты крымских татар, а сам народ он позиционировал как обиженную, угнетенную нацию. Вот разыгрывая эту карту при каждом удобном случае, на тот момент лидеры МИЛИСа, они внушили эту идею и обычным людям, простым крымским татарам. Вот сегодня этот комплекс обделенности, он по-прежнему существует? Нет, не существует. На данный момент народ имеет возможность напрямую общаться с властью в Крыму. На тот момент, как бы, курултай крымско-татарского народа, национальный курултай, у нас два курултая, как вы знаете, они собрались и избрали МИЛИС. То есть на тот момент, возможно, как бы, оно было необходимо или же была в этом какая-то логика и так далее. Это уже, как бы, ветераны национального движения, как бы, старшее поколение лучше знает. Но на данный момент какого-либо недостатка, какой-то ущербности, скажем так, такого нет. То есть люди напрямую обращаются к классным структурам, решают свои вопросы. Есть совет крымских татар при главе республики, который помогает донести чаяние желания людей до высшего руководства нашей республики. И все. Поэтому функция, как бы, решения вопросов, она выполняется. Кроме того, существует указ президента от 21 апреля 2014 года о реабилитации. Поэтому есть законодательная база, необходимо созидать на своей родной земле, работать, взаимодействовать, а не искать врагов вокруг или же не пытаться кого-то обвинить в своих там, я не знаю, бедах там или же каких-то недостатках и так далее. Я думаю, что вот это вот осознание этого, то есть конструктивного диалога, работы, взаимодействия, оно приходит и занимает место вот тем негативным чувствам, противопоставлениям, которые насаждались 23 года до этого. Тем не менее, мнение и участие, наверное, представителей других народностей, да, и других стран, и в частности, вот допустим, Турцию, да, там большая диаспора крымских татар, потомков еще выходцев из крымского ханства, вот всегда они каким-то образом пытались участвовать в жизни крымских татар здесь на полуострове. Какова их позиция? Их позиция тоже противоречива, то есть есть разные люди, которые поддерживают ту сторону, эту сторону, но с каждым днем осознание того, что в Крыму все нормально, мусульмане Крыма, я все-таки за, скажем, за мусульман, за больше за религиозный аспект скажу, и в Азбе, наверное, больше национальный момент затронет, вот, что имеют возможность беспрепятственно отправлять свои религиозные нужды, они ездят в хадж, мы видим, что количество паломников возросло в разы, при Украине, да, если тогда выезжало 90 человек, сейчас вот более 300, 365, 370 человек, 600 человек вот мы отправили в хадж буквально в этом году, мечети работают, как бы, азаны читаются, праздники, мы празднуем православные, мусульманские вместе на республиканском уровне, поэтому, вот, та стена дезинформации, она потихонечку разрушается, главное, чтобы мы имели возможность доводить до них, вот, достоверную информацию о жизни мусульман и крымско-атарского народа здесь, на родине. Я вас, мне вот, Эйдар подсказал, что именно к вам нужно обратиться с вопросами, наверное, социального характера, продолжая тему Турции, да, все мы знаем, что Турция всегда имела определенного рода виды на Крым, да, и вот еще в украинскую убытность она вела определенного рода работу, да, даже ходили разговоры о спецслужбах, о шпионах, вот, на сегодня такие поползновения, они до сих пор существуют? Вот вы когда-нибудь, вам приходилось общаться с, не знаю, с турецкими шпионами? С турецкими шпионами нет, но те представители диаспоры, которые решаются приехать на сегодняшний день в российский Крым, мы их встречаем, мы показываем те изменения, которые произошли, скажем, за полных четыре года, мы уже пятый год в составе Российской Федерации, и они просто за всем этим наблюдают разину в рты, потому что на протяжении 23 лет в рамках украинского Крыма, они на самом деле вливали в Крым, в крымских татар очень большие деньги, но эти деньги все, скажем так, отсекались на уровне вот того вот фильтра Меджлиса, да, и верхушки Меджлиса, они не доходили до конечного потребителя в своем большинстве, до простых людей, ну чем мы можем похвастаться, сколько мечетей, к примеру, построили за украинский период на турецкие деньги, сколько школ построили, сколько садиков, да, есть единичные случаи, можно по Крыму назвать, но опять-таки это не благодаря тому же Меджлису, а отдельно взятым инициативным гражданам, которые выходили как-то на прямые связи и получали в обход Меджлиса эти финансы, и строили мечети. До сегодняшний день мечети за счет средств внебюджетных, за счет средств думка, за счет средств, которые вот наш президент с соборной мечеть строится, и это видно. И вот буквально недавно приезжал один крупный бизнесмен, общественник, скажем так, из Турции, да, он в рамках, скажем так, внутри Турции работает в направлении потепления взаимоотношений между гражданским обществом Турции и Россией, и когда он приехал, я ему пока сделал экскурсию на соборную мечеть, мы посмотрели мечеть Сиит-Сетар, мы съездили в 44-ю школу, мы съездили на Сюрень, где мемориал жертвам депортации, ну, он восторгался, у него где-то в корнях тоже были крымские татары, но на вопрос, а почему вот ваши, наши соотечественники, но уже, скажем так, отуреченные, которые на протяжении долгого времени живут в Турции, и которые говорят, что Крым оккупирован или при Украине было лучше, почему при Украине ни одной семьи, которая переехала из Турции в Крым на свою историческую родину не было? И он мне на этот вопрос не смог ответить. Поэтому я сказал, мы, крымские татары, которые живем в Крыму, мы в 2014 году, в период Крымской весны, сделали свой исторический выбор, и дальше свою судьбу мы будем решать сами, путем прямого волеизъявления, без всяких фильтров, миджлисов, промежуточных органов. Мы довольно-таки мудрый и образованный народ, мы можем входить в нормальный симбиоз, и как более 200 народов, проживающих в России, скажем так. Я вот хотел бы вернуться к теме миллионов, да, я даже вот глубоко не копал, пока готовился к программе, но, тем не менее, нашел информацию о том, что буквально за несколько лет миллионы турецкие организации переводили на счет миджлиса. И сейчас вот на Курултае тоже решался вопрос имущества миджлиса. О каком именно имуществе идет речь? Делегаты Курултае действительно приняли решение о том, что, чтобы то недвижимое имущество, которое находится или записано на фонд Крыма, а де-факто оно является народным имуществом, чтобы оно дальше продолжало использоваться во благо народа, потому что сейчас оно, по сути дела, заморожено, раз, чтобы оно использовалось согласно целям, скажем, тех людей, благодателей, которые пожертвовали средства. Они ведь жертвовали средства не для того, чтобы какое-то одно лицо, которое является президентом фонда, или же группа лиц использовали это имущество в личных интересах. И, насколько я знаю, не только крупные бизнесмены, или турецкая сторона жертвовала эти деньги. Вот я, будучи подростком, помню, у меня дружил с парнем, по-прежнему дружу, он тоже татарин, регулярно собирали с простых семей деньги на нужды миджлиса. Ни за кого это не секрет, у всех это было. До сих пор уже на Украине собирает деньги и те же беглецы из миджлиса. Вот просто даже если для интереса провести некий соцопрос среди крымских татар, в Крыму, кто знает или обладает информацией, сколько имущества записано на тот же фонд Крым. Я думаю, ни один крымский татарин вам не назовет. А имущество, даже я не весь перечень этого имущества знаю. Я так ситуативно могу догадываться, но я примерно понимаю, какой объем этого имущества. И на самом деле... Иваш, ну здесь два вопроса сразу. Юридическая сторона, да? Как вот с юридической точки зрения национализировать и передать это имущество в собственность непосредственно духовного управления мусульман Крыма, да? И второй вопрос, что будет потом в этих зданиях? Ну это, наверное, больше к вам, Айдар. Мы будем проводить консультации с юристами, будем также обращаться к властям Крыма, чтобы содействовали в этом вопросе. Посмотрим, как бы здесь механизмы будут еще отрабатываться. Что будет дальше, это тоже будут решать мусульмане Крыма. Это мы в духовном управлении единолично решения не принимаем. Ни муфти, ни заместитель, ни руководство. Ну знаю, что в свое время планировали музей, да? Есть высший совет, да. По этому поводу существует консенсус, в принципе, и с руководством Крыма, с министерством культуры и так далее, что вот то здание, где был главный офис Межлиса, по улице Шмидта, передать его Крымско-катарскому музею, чтобы они расшились, потому что они находятся действительно в плачевном состоянии. Ну, честно говоря, я не знаю, как на это отреагирует тот же Джимилев или Чубаров. Вот я хочу попросить режиссера вывести на плазму сейчас по фонду картинку, да. Вот мы прекрасно видим, что они говорят, что учредителями этой организации являются 13 членов Межлиса. То есть они, в принципе, согласны с тем, что это является имуществом крымско-татарского народа, да. Но в то же время мы видим, что на эти средства приобретались здания, автомобили с целью организации деятельности Межлиса, да. Здесь говорится об органе, о простом народе, здесь ни слова не говорится. Ни слова не говорится. Сейчас мы ведем речь о том, что хорошо, это народное имущество, народ продолжает жить у себя на родине. Там пару тысяч человек выехало по тем или иным причинам. То есть или они были адептами неких деструктивных культов, да, или же там гранты получали и так далее. Они выехали, но народ-то здесь... Или были одурачены, можно так сказать. Да, или поддались, скажем так, на уговоры. Поэтому народ-то здесь тогда. Почему имущество не должно служить во благо народа, во благо жителей Крыма? Почему? То есть поэтому Крултай принял такое решение, чтобы духовное управление мусульман Крыма, оно занялось этим вопросом. И мы этим вопросом будем заниматься, и решение будет принимать Высший Совет Духовного Управления уже в дальнейшем. Я немножко не согласуюсь с Айдербеем. Крултай принял правильное решение. Консультации с юристами, с министерствами, они излишни. Здесь должно быть политическое руководство республики или страны. Потому что в 14-15-х годах имущество тех сил, которые пытались разжечь на территории Крыма, скажем так, гражданскую войну, это вот имущество Приватбанка, имущество Коломойского и многих-многих других, оно вот политическим решением тогда было конфисковано. В отношении имущества Меджлиса или как они прикрываются фондам Крыма, учредителями которого являются члены Меджлиса, а на сегодняшний день запрещенная в России террористическая организация, это должно быть просто короткое политическое решение взять и передать. И никаких консультаций, любые консультации здесь излишни. Я не знаю, услышат ли вас, учитывая, что, если верить логике украинской стороны, а в особенности сбежавших в Киев бывших лидеров Меджлиса, запрещенного в России все-таки, вот крымско-татарский голос здесь у нас не слышат, да и у крымских татар нет возможности участвовать в общественно-политической жизни страны, нет возможности быть в органах власти. Кстати, Айваз, я вас поздравляю с назначением, с должностью. Как вам-то удалось стать замглавой администрации, крымскому татарину? Терпение и труд, все на свете перетрут. Я не первый, дай бог, я не последний. Это очередной виток в моей карьере. Я прошел даже с глубокого украинского периода довольно-таки длительный этап общественной деятельности, потом была работа в администрации в качестве заведующего сектором, потом был следующий этап в Совмине. И когда, скажем так, я понял, что мне нужно возвращаться в свой родной город, в свой родной район для того, чтобы работать на благо людей. Ну и в волне судьбы так получилось, что освободилось место замглавы администрации. Я собрал пакет документов, прошел предварительное согласование в Совете мусульман, пришел к ним, показал свое резюме, сказал о своем желании вернуться в город Судак. Мне дали наставление, как я должен работать, что я должен работать ради людей, я должен работать и приоритетом для меня должна быть буква закона, скажем так. Я поехал, сдал документы и меня назначили. Причем назначили депутаты, среди которых всего лишь один крымский татарин, единогласно. И на сегодняшний день, в рамках уже четвертой недели работы, меня вне зависимости от национальности в Судакском районе ждут в каждом... Айдар, ну времени очень мало, и последний вопрос я бы хотел Айдару задать. Вот все-таки духовные лица, да, я имею в виду, там, духовное управление мусульман, наверное, люди всех вероисповеданий идут за советом, да, со своими проблемами где-то непосредственно к вам. Крымские татары, с чем они приходят? Крымские татары обращаются с различными проблемами. Если это наши представители наших общин, то, конечно же, по поводу открытия работы, мечети, например, и так далее. Но есть какое-то ущемление прав крымских татар по сравнению с другими, допустим, народностями или, в принципе, жителями Крыма? Вы знаете, обращаются и по бытовым вопросам. Нет, они просят содействия. Есть, конечно, некоторые проблемки, может быть, какие-то дополнительные законодательные акты необходимо принять, чтобы урегулировать, например, вопросы гражданства, например, и так далее, и тому подобное. Они обращаются к нам и совместно с профильными комитетами, министерствами, например, Госкомнац в первую очередь и так далее. Мы эти вопросы по мере возможности содействуем в их решении, отрабатываем. Но люди, они напрямую могут обращаться и к руководству. Есть выезд, например, Ленур Азизович выезжает, и, например, депутат Госдумы Руслан Исмаилович, например, периодически выезжает. Приемы в районах, в регионах бывают. Совет Крымских татар при главе республики тоже мы уже, я тоже являюсь членом Совета, мы объездили уже 9 регионов, встречались с общественностью. Мы мониторим, записываем и в виде докладной мы доводим это до сведения главы республики. Важно, что вы не бросаете наедине людей, даже если существуют какие-то проблемы. Господа, ну, в моем понимании, крымские татары это не горстка сбежавших в Киев меджилисовцев, да, а коренной народ, способный созидать на благо всего полуострова вместе с русскими, украинцами и другими национальностями. Безус, так оно и будет. Господа, я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание, встретимся завтра в это же время в прямом эфире, обсудим то, что обсудим.